Развивается сотрудничество Казахстана с Китаем. На границе двух стран в этом году будет построен второй пусковой комплекс сухого порта СЭС Харгос Восточные Ворота. Об этом доложили первому заместителю премьер-министра Бакаджану Сагентаеву в ходе его посещения специальной экономической зоны. В свою очередь первый вице-премьер еще раз подчеркнул стратегическую важность этого проекта для нашей страны и призвал ускорить его реализацию. Подробности в материале Адлихана Сахари. Международный центр приграничного сотрудничества Харгос – совместный казахстанско-китайский проект, расположенный на границе двух стран. На его территории иностранцы и граждане нашей страны могут находиться без оформления виз целый месяц. В проекте 59 инновационных объектов – это торговые дома, развлекательные центры, гостиницы. Строительство 14 объектов уже началось. Еще по 18 готовится проектная документация. В конце года мы запланировали сдачу двух объектов. Это центральная площадь с внешней инфраструктурой, плюс город-ремесленников. С 2018 года мы собираемся город сдать уже в эксплуатацию. Мы сейчас соответствующий законопроект завершаем разработку. В ближайшее время зайдем в парламент и будем в парламенте работать с тем, чтобы до конца года, возможно, чтобы принять. Уже то, что мы зайдем в парламент с этим законопроектом МЦПС, уже это сигнал для наших инвесторов о том, что они могли уже прийти, инвестировать. Еще один объект свободной экономической зоны – Сухой порт. Он будет сдан уже в мае. В этом году в порту планируется обработать почти 200 тысяч контейнеров. А к 2020-му стоит задача выйти на проектную мощность 500 тысяч контейнеров. СЭСХаргос Восточные ворота имеет стратегическое значение как для Казахстана, так и для всего континента, отметил Бахджан Сагентаев. Это тот самый транзитный коридор между Европой и Азией, о котором говорил глава государства. Работа уже пошла. Механизм, который должен был запуститься, он запущен. Поэтому наша дальнейшая задача для того, чтобы эта работа дальше ускорялась, расширялась. Через Харгос будет пролегать и автомагистраль Западная Европа-Западной Китай. Бахджан Сагентаев ознакомился с ходом строительства автобана. Он также побывал на станции Алтынколь. В целом Жаркинский край определен точкой экономического роста. В обозримом будущем здесь появится целый город и будет создано 25 тысяч новых рабочих мест. Адильхан Сахариул, Зазбайбусынов, Хабар, Алматинская область.